Мысль в принципе очевидная. По сути событий я мотаюсь по городу. Везде в принципе одно и то же. Продают одни и те же товары. Но когда я прихожу в место единственное, в магазин для детей Орион, я понимаю факт. Да хоть 200 раз сюда приди и получишь каждый раз новинки. Я бы конечно мог своего сына пригласить, он бы вам показал, что такое Орион. И Орион для него это смысл жизни, потому что все игрушки для него я беру здесь. Но сегодня мы приехали сюда для того, чтобы вам продемонстрировать, почему здесь дело идет качественно, а не так, как в других местах, которые вам продают типа игрушки. Потому что в городе очень много сетевиков, но в сетевиках какие-то другие ценники, правильно? Ну мы всегда здесь старимся, потому что здесь как бы дешевле и выбор большой. Вот меня слово выбор интересует, потому что я здесь уже три года, захожу постоянно, смотрю. Много всего. Как-то так, да? Да. Обновляется. Обновляется, вот что самое главное. То есть нет такого, что стоять, стоять, стоять и будет. Состоянное обновление. Я смотрю, даже расширились, у них появились новые футболки. О чем мы сейчас говорим? Мы говорим о велосипедах. Здесь в Орионе все заточено по детей. Вы здесь не возьмете себе товар для взрослого человека, это невозможно, потому что это все-таки детский магазин. К слову, о велосипедах. Мы просто посмотрели внимательные цены, да? Вы знаете, дешевле цен просто нету. Но чтобы велосипед стоил от трех девятьсот, вам еще поискать надо. Все остальное, пожалуйста, тоже здесь есть. И для любого возраста в том числе. Кроме всего прочего, мы вам показываем то, что за моей спиной и за спиной моей супруги находятся. Это замечательные машинки. Причем машин здесь в действительности очень-очень много. А еще я посмотрел, здесь такие штучки есть, мусоровозы. Я сейчас это дело продемонстрирую. Мы сегодня говорили про то, что здесь какой-то богатый ассортимент. Вы об этом тоже можете сказать? Да, да, да. Я вот приехал сейчас с клиентами, сам с такси, такси Бюс. Вот решил выбор сделать, луку подарить. Я вот просто людям объясняю, вы можете сюда прийти. Без меня, без разницы. Придите просто раз в месяц, просто придите и посмотрите, что каждый раз что-то обновляется, правильно? Я понимаю, да. Здесь действительно так оно и есть, что обновление, поступление товара постоянно детского ассортимента. И вот мы в действительность попали. По одной простой причине. Электромашинки, которые здесь продавались, они были все сделаны в Китае. Ну, не все, естественно, потому что вот сейчас мы говорим о машинах, которые сделаны в Белоруссии. И это замечательные машины. А теперь я вам задам один правильный вопрос. Посмотрев на цену этих автомобилей, этих машинок, вы зайдите в другое, в любое другое место и определитесь, где дешево. То есть вот это я себе 100% куплю, потому что такой вещи пока у меня нет. Все остальное пока у меня есть. Но и то тоже. Вот здесь их было раньше три штуки, сейчас осталось только две. То есть в следующем месяце одна останется, потому что я заберу, другого варианта нет. Но теперь другая штука. В связи с тем, что мы говорим про велосипеды и все остальное, мы же заточены опять же про детей. Так вот, вот посмотрите, вот этот замечательный, как это называется, самокат. Причем на больших колесках. Вот такой крутой, навороченный. Это уже для тех, у кого возраст побольше. Хотя, с другой стороны, и мой саппликатор катается на том, что меньше. Но я же думаю, что он тоже будет рассекать и на двух колесах в этом году. А ребенок, я так понимаю, тоже лего занимается, да? Да. А, хорошо, у меня сын тоже лего занимается. У меня одни лего ниндии, у меня ни одного лего миксу нас, но я лего миксу нас люблю. Ага, понятно. То есть вы сюда пришли, а теперь вопрос, вы же бабушка? Да. Вы прекрасно знаете, сколько стоит лего, да? Да, знаем. Здесь то же самое, только цена немножко другая, да ведь? Здесь подешевле. Так серьезно было подешевле? Да, да, намного дешевле. Вот мы были сегодня в Дашеньке, там в два раза дороже все эти конструкторы. А здесь все-таки подешевле. Два с половиной раза как-то так, да? Ну, около двух, в два раза где-то, да, так. Я это прекрасно понимаю, потому что вы все-таки на пенсии, да ведь? Да, на пенсии. Но тем не менее, можно все это сделать и здесь. Можно. Мы тут как раз-таки в основном берем. И вот мы снимаем про спорт. А вы что думали? Здесь нет спорта, здесь есть такой же замечательный спорт. Для детей, естественно. Хотя, хотя я скажу вам честно, вы тоже можете этим делом поиграть. То есть вот посмотрите внимательно. То есть валанчиков очень-очень много. Вещь весьма полезная, кстати. Я очень люблю в бадминтон играть. Ум отъех, понимаешь? Это просто круто. Вот. Сеточка. Сеточка для настольного тенниса. И настольный теннис тоже здесь есть. Вот. Теперь про бадминтон. Вот, посмотрите. Замечательный. Прямо. Даже брать ничего не надо. Либо такие, либо такие. Берете и играете. Причем бадминтон мне очень нравится. Потому что это, конечно, хорошо, когда был бы у вас теннисное пространство. Но не у каждого есть теннисное пространство. А бадминтон просто хоп-хоп-хоп. Причем я вам скажу так. Поиграв полчаса, вы поймете, что у вас жирочек куда-то смылся. И все остальное. Ну, а детям-то это вообще замечательно. Часто заходите? Ну, бывает, что да, заходите. Бывает, что заходите, да? Насколько вот здесь цены вас интересуют? Какие они? Здесь приемлемые цены, нормальные. То есть, всегда можно зайти, что-нибудь взять, купить что-нибудь. Я понимаю, что у вас один ребенок уже есть, да? Да. А вот скоро будет еще один. Да. Насколько это хорошо, когда все-таки есть такой замечательный магазин с такими недорогими ценами? Очень хорошо. Время, помню, детское. Детское время. Так вот, в детском времени это было супер, представляете? Это было примерно, ну, 35 лет назад. Когда в класс приносили что-то раскрашенное, это было супер. Сегодня, сейчас в магазине Орён много чего раскрашенного, очень много чего раскрашенного. И био-ворзы. Да, кстати, мы же говорили про то, что здесь должны быть. Вот, пожалуйста. Это то, что есть здесь. Кроме всего прочего, любые раскрашенные животные везде есть, разные. Можно и жуков взять, вот, пожалуйста, тоже жуки раскрашенные. Представляете? Исключительная тема. Исключительная тема. Захотели? Вот вам, косатки. И то, что в океане живет. И даже то, что когда-то было. Все есть в наличии. Мало того, есть и трансформеры. Кстати, насчет трансформеров. Бешено дорогая штука. Вообще просто. Вот, 200 рублей. Но это чуть-чуть подороже. Вот, выбирайте. Любые трансформеры, да? Молодцы. Молодцы. Дальше захожу. Вот, это вообще интересно. Люди же играют и в шахматы, и в нарды, и в лото тоже занимаются. Вот, пожалуйста. Вот, кстати. Хорошая тема. Нормальные шахматы. И они же шашки. Ни никаких проблем. Стоит все. Ну, честно, копейки все это стоит. Копейки, понимаете? И я вам все-таки объясняю, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок не только работал с игрушками, но еще и конструировал, и еще и голову включал, в смысле голову включал, когда он играет в шашки и нарды, все это можно здесь, и покупаете спокойно, и все это стоит недорого абсолютно. Теперь куда? Можно, конечно, слинять и отсюда, и взамен не получив ничего. А места по замене стекла в городе много. Ну, а проще дружить с телевидением. И, по сути, вы увеличиваете площадь и получаете грамотный результат. К вам ходят люди постоянно и без задержки. И вот эти замечательные события, да, то есть люди держат руку на пульсе. Зачем много, если это не надо? То есть, ну, сколько людей в городе? Сколько детей в городе? Ну, к примеру, там, ну, пять тысяч человек, да, в определенного возраста. Вот они купили, хорошо, берем новые. И вопрос, почему я сюда прихожу? Так же, как вы можете сюда прийти. Приходите сюда обязательно. Даже те, кто не хочет здесь купить никакие игрушки. Ну, раз в месяц. Смотрите, просто, просто, придите, посмотрите, что здесь постоянно все обновляется. Здесь нет ничего старого. Здесь всегда что-то новенькое. Вот это самый главный принцип жизни магазина Орион.